Росгвардия – новшество уходящего года. Руководитель Ивановского управления встретился с журналистами, чтобы рассказать о специфике работы ведомства и первых достижениях. В состав нового ведомства вошли подразделения ОМОН, СОБР, Центр специального назначения и авиации МВД России, а также подразделения лицензионной разрешительной работы и вневедностной охраны. Ивановское управление относится к Центральному округу войск Национальной гвардии. По сути, полномочия подразделения остаются прежними. Например, сотрудники СОБР и ОМОНа, как и раньше, будут заниматься силовым сопровождением подразделений ОМВД, выполнять служебные задачи на Северном Кавказе, обеспечивать общественную безопасность на массовых мероприятиях. Не изменились и задачи подразделений вне ведомственной охраны. Но есть и принципиально новые моменты. Теперь именно Росгвардия осуществляет контроль за оборотом оружия. Для этого создан лицензионно-разрешительный центр, который уже осуществил более 18 тысяч проверок. Выявлены 1308 нарушений, изъяты сотни единиц оружия и боеприпасов к ним. В Росгвардию вошли подразделения как полицейские, так и военные. В этом-то и заключается преимущество новой системы. Ведомство гораздо могильнее в экстренных ситуациях. Это доказывает тот факт, что на место взрыва бытового газа в многоквартирном доме сотрудники Росгвардии прибыли первыми. Сотрудники отреагировали оперативно. Кстати, в настоящее время они представлены Гуснаградом за свои действия. Буквально через несколько дней после этого у нас загорелась школа возле автовокзала, которая, наверное, тоже помните, да. Первыми опять же сотрудники Росгвардии оказались на месте, приняли решение на эвакуацию жителей, вызвали дополнительную помощь. И фактически, когда подъехали сотрудники МЧС, уже была эвакуация завершена. Дети были из школы выведены. И в дальнейшем они у нас стояли в уцеплении, пока не было принято решение на другие действия, которые необходимы. Росгвардия еще в процессе своего формирования. Основная задача на будущий год состоит именно в этом. Однако это не отменяет постоянной готовности сотрудников к чрезвычайным ситуациям любого рода. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.